Денег на книги нет. В библиотеке Герцена рассказали, сколько смогут прожить без финансирования, на ком из читателей сильнее остальных отразится нехватка новых изданий. Напомним, вслед за работниками драмтеатра, которые в этом году остались без денег на премьерные постановки, на днях сотрудники библиотеки Герцена узнали, что в этом году на обновление книг и периодики из бюджета им не выделили ни копейки. И, пожалуй, в числе первых нехватку новинок заметят студенты и все, кто имеет отношение к науке. Последние открытия, статистические данные, изменения в законодательстве, все это вместе с новинками художественной литературы всегда можно было найти в Герценке. В прошлом году на пополнение библиотеки было выделено 3 миллиона 600 тысяч рублей. Процентов 40, наверное, книг, которые выдаются у нас на дом в абонементе, это все-таки новые поступления. И если читатель будет приходить, ну вот вы пришли, один раз не получили нужную книгу, второй раз, да, ну на третий раз вы уже подумаете, прийти или нет. У нас есть внебюджетные средства, но дело в том, что эти внебюджетные средства мы еще, условно говоря, не заработали, но мы планируем, что мы их заработаем, да, и они у нас уже расписаны по статьям. И поэтому дополнительно заработать еще 3 миллиона 600 в библиотеке – это нереально. Решение сократить финансирование было принято в Москве умышленно или нет, неизвестно, но в библиотеке к ситуации пока относится как к недоразумению, так или иначе это недоразумение уже взяла на контроль министр культуры Татьяна Мазур. Без пополнения фондов, отмечают библиотеки, Герценка сможет протянуть максимум полгода. Продолжение следует...